Петр Тултаев принес извинения саранским водителям за некачественную уборку улиц. Обработка дорог противоглоледными реагентами теперь под личным контролем столичного мэра. После крупной аварии на мосту на улице Титова, городские власти сделали выводы. Спецтехника на опасных участках и особенно на подъемах будет дежурить круглосуточно. А рабочий день Петра Тултаева в пятницу начался в 5 утра. В инспекцию по самым проблемным участкам с ним отправился Евгений Симкин. Эксклюзивный репортаж 10 канала. В 5 утра город еще только начинает просыпаться с Петром Тултаевым и встречаемся на северо-восточном шоссе. Таких участков с подъемами перед светофором в Саранске много. При температуре около нуля начинаются проблемы. Именно в таких местах образуется наледь, как это случилось днем ранее на мосту на улице Титова. Авария на 12 автомобилей с фурой, едва не улетевшей с моста. Городским властям есть за что извиняться. Я признаю вину наших коммунальных служб, соответственно, свою вину. Но я вынужден просто, должен извиниться перед людьми за нерадивую работу своих подчиненных. Это принимается. И мы этого постараемся не допустить. С севера на юг отправляемся на другой конец города, попутно оценивая крутизну саранских холмов. Синоптики дают плохую погоду. Ледяной дождь в Мордовии может пролиться уже этой ночью. Чтобы не повторить кошмары, какой случился на мосту, коммунальная техника теперь будет круглосуточно дежурить на самых опасных участках магистральных улиц. Особое внимание подъемам. Если их вовремя не обработать, с противогололюдными реагентами резко возрастет риск ДТП. Доезжаем до края столицы. Это поселок Елга. Вот наша, кстати, граница города, где откуда она начинается, с славой можешь развернуться. А дальше уже сельские населенные пункты. Вот отсюда зона ответственности, что касается содержания дороги, это вот наша часть. Ночные или ранние утренние поездки. Это, в общем-то, обычный режим такой. Почему? Это не ради того, что вот, как бы сказать, показать себе, кого он ночью покажет, кто тебя узнает. К сожалению, пока у нас так, ну, в ручном режиме и по всей стране так получается. Если своими ногами, своими глазами, своими руками не дойдешь, рассчитывать на то, что вот дороги будут чистые, не приходят. Все люди хорошие, но, понимаете, только чуть-чуть расслабишься, смотришь и по цепочке все расслабление. Из Елги на улицу Титова на въезде встречаем дорожных полицейских и одного из ответственных за обработку дорог реагента. Сами чиновник докладывает, если что, техника готова. Петр Тултаев отправится к гаишникам. Ледяной дождь вчера им тоже доставил массу хлопот. Ну, сегодня нормально, и обещают же опять ледяной дождь. Вот они могут, как специалисты, подтвердить. Даже нулевая температура, вот при этой, когда влажный асфальт, да? Да, да, да. Сразу образуется. Близи внимания, особенно на мостах. На мостах, потому что снизу. Да, да. Но ведь, с другой стороны, и водители, наверное, не всегда учитывают погодные условия, особенно в этом. Как вот ваше мнение? Мое мнение, водители тоже оплошные создают, как уверенные в себе, мне кажется. Самые уверенные, наверное. Да, самые уверенные. Но погода это непредсказуемо. Грубо, если скажу, чайников за рулем много? Чайников? Есть, хватает. Молодые, много молодые. Инспекция в компании мэра продолжается, мы благополучно преодолеваем тот самый мост. Здесь всю ночь работали люди, восстанавливали проведенную накануне контактную сеть троллейбуса. Руководители муниципальных предприятий теперь тоже будут работать всю ночь, если будут проблемы. Такие участки, они должны быть под пристальным взглядом нашим. Что сейчас? Вот, раз не могли организовать, каждый директор дежурит на месте и на дороге. И пусть он самими своими глазами это видит. Потому что мы круглые сутки должны быть готовы к изменению ситуации погодной. Вот и все. И вовремя, оперативно посыпать. Если этого нет, тогда конечно. Наша поездка заканчивается в 7 утра в новом микрорайоне на улице Тани Бибиной. Несколько тысяч человек создают большую нагрузку на общественный транспорт. Да и остановки отсюда не близко. У Петра Тултаева есть хорошие новости. Дорогу в следующем году расширят, возможно даже до 4 полос и пустят новый автобусный маршрут. Речь идет не о частных пазиках, а о полноценном общественном транспорте. Сейчас здесь, видите, целый город в городе. А у некоторых, как бы, по-прежнему, мы думаем, Химаш, вот он заканчивается. Получается, что, ну нет пока сейчас возможности. Человек должен выйти, сесть, уехать. А теперь они вынуждены идти до улицы Косарева. Конечно, это долго, много и неудобно. Судя по всему, такой формат утренних инспекций приживется. Это тоже взгляд на Саранск с непривычной стороны. Когда улицы пустые, нет еще обычной для рабочих часов суеты. Утро проводим на улице города, особенно зимой. Город наш интересный. Интересно, когда он только просыпается. Просыпается транспорт, люди. Ну, это наш город. Наш город. Евгений Симкин, Сергей Бебинов. Наши новости.